Размещение с повторениями пример. Сколько различных результатов можно получить, если мы кидаем кубик 8 раз? Сколько различных результатов можно получить? Это задача на размещение с повторениями. Вот наши 8 бросков кубика. В первый бросок мы можем получить 6 различных результатов. Из-за того, что размещение с повторениями, из-за того, что можно на кубиках получить один тот же результат, сколько угодно раз, сколько можно, когда мы бросаем кубик второй раз, опять же, можем получить 6 возможных результатов. Когда мы будем бросать кубик третий раз, мы можем получить 6 возможных результатов. Согласно общей формуле или согласно правилу умножения, ответ 6 в 8 степени. Мы это обозначили следующим образом. 8 из 6 с палочкой. Обратите внимание, верхнее число, когда мы решаем задачу с повторениями, может быть больше, чем нижняя. Из-за повторов можно выбрать из 6 элементов хоть 30, потому что разрешены повторы. Ответ 6 в 8 степени, не 8 в 6. Еще один пример. Мы его уже решали, но теперь у нас есть имя для него. У нас есть 4 пронумерованные ячейки и, допустим, 5 шаров с разноцветных или с разными номерами. Сколько существует способов раскидать шары по ячейкам? Порядок шаров в ячейке не важен. Обычно это всегда так. Друзья, все правильно. Первый шар, есть 4 способа выбрать ему место, выбрать ему домик. Второй шар, из-за того, что мы можем класть шар в ту же ячейку, где был первый шар, это задача с повторениями. Второй шар, тоже 4 варианта. У каждого из шаров есть 4 варианта выбрать ему домик. Это, в принципе, задача с повторением, размещение с повторением. Общий ответ, общее количество вариантов раскидать эти шары разные по разным ячейкам, это 4 в 5 степени. Согласны?